МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Целый год за ней охотились корреспонденты всех средств массовой информации. Буквально каждый ее, даже случайный жест, моментально взрывал интернет и становился лидером просмотров. Ну, как, например, эта игра на белом рояле. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый ее короткий комментарий в одно мгновение расходился на цитаты по всем информационным лентам. Я прокурор, и поэтому никаких няш-мяш и тому подобное я не допущу. В ее честь по всему миру слагали песни, а она в одночасье став живым символом крымской весны и самой популярной женщиной России. Оставалась для всех без исключения женщины загадкой. Прокурор Крыма, старший советник юстиции и женщина года Наталья Поклонская. Сегодня наконец-то все запреты и маски будут сброшены. Пришло ее время нарушить обет молчания. Говорят, молчи, мы знаем, что ты права, но ты молчи. В канун годовщины триумфального возвращения Крыма и Севастополя на родину она сама развеет все мифы и домыслы. Впервые только в новых русских сенсациях. Ее большое и невероятно откровенное интервью. Мне так было противно, мне так было обидно, ужасно. Долгая дорога к личному счастью. Он самый лучший для меня мужчина. И тяжелый путь на родину бесстрашного прокурора. Наташа, ты сумасшедшая. Ты понимаешь, что ты пойдешь в тюрьму. В ее телевизионной исповеди от первого лица. Я обо всем расскажу откровенно. Впервые та самая Наталья Поклонская. Откровенно о том, кто уговаривал ее служить Яценюку и Турчинову. Как она в одиночку бросила вызов правому сектору. Кто помог ей выбраться из бунтующего Киева. Как ей пришлось пережить угрозы и покушения. За что на Украине ее объявили в розыск. И почему именно она стала прокурором Крыма. Смотрите и слушайте прямо сейчас. Говорит и показывает Крым. Наши камеры в самом центре Симферополя. Севастопольская улица, 21. Республиканская прокуратура. По коридору прямо, потом налево. Нам на ковер к начальству. Наверх по лестнице на третий этаж. В сопровождении охраны проходим в приемную. До настоящей русской сенсации остается рукой подать. Можно? Да. Благодарю. И вот она, долгожданная встреча с неуловимой и несгибаемой Натальей Поклонской. Рада встрече. Долго вас ждали. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Надеюсь, угадали с цветами. Не знаю, какие вы. Любите? Конечно. Угадали. Как можно не любить такой красоты? В кабинете первое, что сразу бросается в глаза, портрет государя-императора Николая Второго. Это наследие мое. Когда пришла в этот кабинет, здесь было все по-другому. Все портреты, все картины – это мои. Пока съемочная группа готовится к интервью, Наталья Поклонская объясняет, почему она до сих пор была так осторожна в общении с прессой. Еврокомиссия по правам человека приезжала к нам искать нарушения прав человека в Крыму. Я говорю, если вам о таких нарушениях грубейших, как вы говорите, известно, вы мне скажите, я разберусь. Через неделю публикация в интернете. Прокурор не знает о грубых нарушениях прав человека. Не волнуйтесь, мы уважаем права человека и прокурора. Сегодня все будет без инсинуаций и купюр. Как мне к вам обращаться? Наталья. То есть можно прямо вот просто поехать? Можно. Для Натальи и Крым наш, и Украина не чужая. К сожалению, вот те люди, которые говорят, что они любят Украину, они ее на самом деле очень не любят. Потому что настоящая Украина не такая. Кажется, перед ее бездонными глазами до сих пор лежит Киев, окутанный гарью и копотью государственного переворота. О, эта история тоже очень щепетильная. Почему? Потому что для меня это было что-то. Я видела впереди вот ту несправедливость, которая полностью покрыла весь Киев. Этот Майдан всю историю, генеральную прокуратуру Украины. Ну, так было опять обидно. Я думаю, ну, елки-палки, ну, неужели люди заразились такой болезнью, которая абсолютно всех инфицировала, и они не могут теперь выздороветь? Квартира, где я жила, у меня под окнами это все происходило, я это все видела. Как просто сумасшедшие люди гремели в свои барабаны, били щитами, вот, а землю вот так вот стучали, костры эти злосчастные полили. Это черти из пепелища встали и свои дикие танцы там танцевали. По-другому я сказать не могу. В те тревожные дни Наталья Поклонская дежурила в Генеральной прокуратуре Украины. У нас бесконечное дежурство было в Генеральной прокуратуре в связи с Майданом. И в феврале я стала немножечко, как бы, у меня получилось уехать в командировку в Днепропетровске. Я приехала домой в Евпаторию к родителям. И там был организован митинг, как антимайдан, и поднимался вопрос о проведении референдума. Естественно, я принимала участие в этом митинге. Естественно, я получила раздававшиеся там ленточки георгиевские. Для меня эта ленточка георгиевская, я видела настроение в Крыму, я видела и думала, слава богу, что вот здесь вот хоть люди, но они адекватно думают точно так, как и ты. Безусловно, для человека, только что вырвавшегося из киевского кошмара, эта лента была больше, чем просто полоска ткани. Я эту ленточку взяла с собой в Киев после митинга. Вернувшись в Киев, Наталья узнала, что государственный переворот достиг своей кульминации. Погромщикам было плевать на то, что далеко не вся Украина согласна с лозунгами и методами Майдана. Украина! Говорит все! По приезду в Киев нам представили нового исполняющего обязанности прокурора Махницкого. И меня делеговал на эту посаду Майдан на тот период, пока не произошли выборы президента Украины, который уже в свою очередь внес свою кандидатуру на посаду генерального прокурора. Он работал где-то в адвокатской конторе, либо был начальником адвокатской конторы у Тягнебока. Это партия «Свобода», националистическая партия с лозунгами фашистскими. Они готовились и боролись с москалями, боролись с немцами, боролись с житвою и с другой нечистью, которая хотела забрать в нас нашу украинскую державу. Его представляют нам в виде прокурора генерального. Я, естественно, думаю, как бы мне всем своим… Уже приняло для себя решение, что я буду увольняться. Работать я там не буду. Я думаю, ну мне так было противно, мне так было обидно, ужасно. Я хотела вот внешностью даже показать, что я это не признаю. Я беру эту георгиевскую ленточку. Я ее себе вешаю на костюм возле кармана и иду в генеральную прокуратуру. На входе стоят возле турникета не солдаты, как это обычно было раньше, а стояли представители правого сектора с повязкой черно-красной. Это правый сектор. Это был невероятно смелый поступок – пройти сквозь строй боевиков правого сектора с георгиевской ленточкой на ласкане. Я специально еще так делала, чтобы, ну, увидели. Они на меня посмотрели. Ну, они подумали, наверное, что я немножко что-то… Ну, подумали. Ну, девчонка какая-то пришла на работу, ну, повесила ленточку. Они почему-то на меня особо не акцентировали своего внимания, но они увидели. А это пришли без закона, в нарушение закона захватили власть. Мы, получается, предатели, если мы будем служить тем людям, которые незаконно пришли к власти. Теперь гвардейская лента на Украине – источник неприятностей. С ней не проехать, не пройти. Но Наталья прошла в здание Генеральной прокуратуры, а там коллеги встретили ее в штыке. Поругалась еще с женщиной, которая говорила, что, слава богу, что вот свергли власть коррупционную, и теперь наступят светлые дни. Украина независимая. Ну, что я ей сказала, слушай, Лен, вот как ты так можешь говорить? Вот у тебя что, ну, знаете, как в фильме, у тебя дедушки, бабушки нет, вот как доцент, да, в джетельменах удачи, но у тебя бабушка, дедушка были, были. Ну, так тебе не стыдно перед ними, но они же… Это же фашисты пришли к вам. Ой, Наташа, что ты такое говоришь? Если ты будешь жить прошлым, то у тебя и будущего не будет. Это сотрудница Генеральной прокуратуры Украины, которая на тот момент, как и мы все дежурили на Майдане, и она дежурила, и у нее уже было такое убеждение, впрочем, как и у остальных. Действующие сотрудники Генеральной прокуратуры, те, которые должны надзирать за соблюдением законов, они уже думали, они мысленно ждали этого момента свержения власти. То есть они запутаны мыслью, что Европа им поможет. Независимая Украина, Европа, Евросоюз, ух, как разгуляемся, хорошо заживем. О том, как хорошо в Евросоюзе, совсем скоро узнает Одесса. А также Славянск, Краматорск, Мариуполь, Донецк и Луганск. Моя бабушка в деревне, но, слышно, когда говорим по телефону, слышно, как гремят все эти выстрелы, взрывы. Папа, бабушка, говорила, ничего. Я одну войну переживала, а вторую перегубу. Детки, которые останутся по 9 лет, по 10, по 12, без рук, без ног, без глаз, вот они на всю жизнь останутся каликами. Кому спасибо, Калит? Мне так было обидно, передать невозможно просто. Вот понимаете, когда оказываешься в такой ситуации, когда ты четко, 100% знаешь, уверенно в своей правоте, а остальные тебя не поддерживают, а твои друзья говорят, молчи, мы знаем, что ты права, но ты молчи, ничего не говори, лучше давай там переждём. Вот в экстремальных условиях человек показывает своё лицо, это 100%. Если человек начинает прятаться за кого-то, либо менять свою позицию, а я вот сейчас посижу, подожду, я и вашим, и нашим, и здесь я хорошо скажу, и там хорошо, чтобы в случае победы одной стороны я и там бы не проиграл. Вот это неправильная позиция, это самая худшая позиция, которая может быть. Такое малодушие. А там, где касается вопросов чести, достоинства и совести, просто перед Богом хотя бы, перед самим собой, когда они начинают юлить, мне жалко таких людей. Вышел мой начальник и сказал, Наташ, ты ну как-то иди сюда, в кабинет завёл и говорит, ну ты сильно своё убеждение сейчас не толкай, ты молчи и никому ничего не говори. Я сижу у него в кабинете и он мне рассказывает, что да что ты, я тебя понимаю, у тебя, наверное, ну переработали, устала очень, у тебя ребёнок в Крыму, родители, ты не переживай. Там всё, мол, успокоится в Крыму, мы придём туда и всех выгоним, всех на места посадим, всех в тюрьму посадим. Я говорю, да Николай Иванович, я переживаю наоборот за другое. Вот смотрите, вот моя позиция, у меня есть георгиевская ленточка, я ему её показываю. Он посмотрел, просто улыбнулся и всё, он не воспринимал то, что я ему говорю, вот они по-другому думают. Он мне говорит, ты давай, иди забирай своё удостоверение служебное в управлении кадров, не выдумывай, ты просто устала, на что ты жить будешь, у тебя ребёнок маленький, ты давай иди в отпуск отдохни, я тебя отпускаю. Я говорю, Николай Иванович, ну вот, я вещи уже перевожу, я из Киева уезжаю, я на работу не вернусь. Благоразумное начальство убедительно посоветовало Наталье лишний раз не высовываться. В демократической стране это небезопасно. Лучше бы об этом молчать и ничего не говорить. Молчали? Нет, это нельзя молчать. Это тоже преступление, когда молчишь. Вот с молчаливого согласия можно наблюдать, как убивают там кого-то. Это тоже преступление. Нельзя молчать, нельзя молчать, это неправильно. Молчание можно и Бога предать. О чём здесь можно говорить? Очень многие получили хорошие должности, а после всего ненормально себя чувствовали. Не знаю, правда, сейчас, как может быть, совесть по ночам грызёт. Я пришла уже писать рапорт на увольнение и с Георгиевской ленточкой со своей. Я даже ждала, чтобы у меня кто-то спросил из них, ты что, оборзела? Ну, никто ничего не спросил. Я не знаю, почему. Может быть, у меня такая обида в глазах была. Мне так было обидно, передать невозможно просто. Да это единственное правильное решение. Другого быть и не может, и не могло однозначно. Лена! Лети! 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 Да это стыдно носить форму, когда вот такие вокруг события, а ты ничего сделать не можешь. Ни за что! Ни за что! Мне разбили голову. Это называется мирный протест. Сидишь и думаешь, когда собирать вещи, чтобы хоть как-то остаться живой, потому что бросали коктейли молотого в окна. Наталья боялась, что никогда больше не увидит родную дочь. Не могла я уснуть и переживала. Говорила с ребенком по телефону, с дочкой, и вот как-то такая мысль приходила, а вдруг я больше не приеду и там не увижусь. Вот это вот самое страшное. Слышать голос ребенка и понимать, что, может быть, это вот страшно. Если я еще раз здесь появлюсь, то меня погибли. Люди, которые там остались, там очень много порядочных людей, очень много хороших людей. Я им благодарна вообще за то, что я с ними проработала. Я хоть кого-то пальцем тронула, я не могу находиться в своем городе, да, меня будут вешать за это. Было страшно. Страшно за то, что из-за моих поступков может пострадать и мама, папа, и ребенок. Но надо было так. Это правое дело. Кто, скорее, на души, на души! Собрала вещи, попросила своих друзей, чтобы помогли мне найти машину, перевезти вещи. И мы сели и переезжали в Крым на машине, да, а по-другому никак. Я просила своего знакомого, ну, спасибо ему большое, он не побоялся, он согласился приехать из Харькова в эту же ночь. Мы поехали, я с ним разговаривала, дабы он не уснул за рулем. Так ей удалось выбраться из Киева. Когда Наталья Поклонская вернулась в Крым, до референдума оставалось прожить еще долгие 10 дней. Искали кандидатуру, кто же может занять пост прокурора республики. Я к Сергею Валерьевичу Коксенову пошла и говорю, я буду хоть бюллететь не печатать что-нибудь, но дайте мне помочь, чтобы референдум прошел, чтобы не пришли эти фашисты сюда, в Крым. Надо спасти, надо уберечь. Крым! Россия! Крым! Россия! Крым! Тогда еще никто не знал, куда качнется чаша весов истории. Впервые нет желающих на должность прокурора республики Крым. Когда такое было? Это же действительно такое уникальное событие. Даже на тот момент не думала, что буду прокурором республики. Некоторые мужчины, которым предлагали, а за некоторых даже голосовали, отказались в последний момент. Пошла на прием, представилась, говорю, я вот сотрудник Генеральной прокуратуры Украины, скажите, пожалуйста, чем я могу быть полезной? Человек патриотично настроенный, который, видно, не колеблется в принятии решений, готовый отстаивать справедливые на тот момент требования. То есть это на себя все брать, собирать коллектив. И, конечно, я восхищаюсь его мужеством, его поступком, когда она действительно не колеблется, приняла такое судьбоносное решение. Это решение Натальи Поклонской тут же аукнулось грозными звонками из Киева. Мои друзья из Киева звонили и говорили, что Наташа, ты сумасшедшая, возбуждаем уголовное дело на тебя, ты понимаешь? Вот нам сказала руководство, что если ты сейчас оставишь всю эту свою затею и уйдешь из прокуратуры крымской, то руководство это будет расценивать как добровольный отказ от преступной деятельности. Тебя, мол, там помилуют. Вскоре в Киеве ее объявят в розыск как государственного преступника, а в телефонной трубке раздастся голос бывшего начальства. Понимаешь, что ты пойдешь в тюрьму? Да я лучше в тюрьму, чем с вами, вот там вот, нацистам, служить. Никакие угрозы и уговоры не могли остановить Наталью Поклонскую. Они из чистых побуждений, они у меня, это мои друзья были когда-то. А сейчас, как в стихотворении, в один миг нареченные братья отреченными сделались вдруг. Я когда смотрю на Донбасс, сердце кровью обливается, мне страшно и очень, очень жалко людей, которые там остались. Это жутко. Теперь, глядя на то, что сторонники европейских ценностей почти год творили в Новороссии, Наталья думает, что в отставку скорее надо было подавать ее бывшим коллегам. Настоящий офицер не имеет права просто безмолвно наблюдать, как убивают детей, стариков. Это не офицер. Скухожил, никогда не думал, что такое умер. Он либо должен снять офицерский мундир и оставить, и уйти. Курей выращивать, как мне сказали, что если ты уйдешь, то там курей будешь выращивать. Я не знаю, что с этими людьми, которые остались и, может быть, придерживались моей позиции, но молчали. Очень многие там молчали. И где они сейчас, что с ними произошло, я не знаю, потому что не поддерживаю отношений абсолютно никаких. Да, и им, наверное, нельзя поддерживать со мной отношения, поскольку они, по всей видимости, находятся в Украине. Но это уже не Украина. 16 марта народ Крыма проголосует за независимость. За Россию проголосовало 93 процента! А 18-го полуостров вернется в Россию. Наталью Поклонскую утвердят в должности прокурора республики. Казалось, самое страшное позади. И тут-то началось самое интересное. Смотрите далее. Кто все это время стоит за Натальей Поклонской? Кто ее предал? И почему она теперь благодарна судьбе за это? Что не могут простить прокурору Крыма знаменитые фигуранты ее расследований? Кто угрожает ей до сих пор? Как ей пришлось пережить покушение? И за что Америка, Европа и Япония ввели свои санкции против Натальи Поклонской? Узнаете сразу после короткой рекламы. Красота чаще адвокат, чем прокурор. Этот афоризм точно не про нее. Наталья Поклонская стала символом крымской весны, возглавив прокуратуру республики после того, как несколько мужчин от этой должности отказались. И тут началось самое интересное. До исторического референдума оставалась неделя, и чем все это закончится, еще никто не знал. Поэтому могу сказать, что назначение действительно было очень знаковое в такой сложный период. Назначить это, ну, назначили. Ну, прокурор на бумажке – это хорошо. А теперь надо стать в жизни прокурором. То есть это все реализовать и воплотить в жизнь. В те тревожные дни прокуратура Крыма перешла на круглосуточный режим работы. Я когда перебралась из Киева, ну, квартиры нет, ничего нет. Внешность обманчива, внешность красивой женщины тем более. Казалось бы, хрупкая Наталья Поклонская оказалась двушильной. Здесь одно время даже жила в кабинете. Вот там вот есть кабинка такая, вот в двери туда заходишь, там диванчик стоит. И когда мы только вошли в прокуратуру, в здание... А можете показать или это секретная какая-то? Да, можно. Прокуроры нечасто раскрывают свои личные тайны, но нам сегодня везет. Сейчас мы увидим секретное убежище Натальи Поклонской. Диван такой запоминающийся там. Почему запоминающийся? Потому что спать на нем неудобно. А мы думали, это просто шкаф, но за неприметной дверцей оказалась потайная комната. Святая святых, где несгибаемый прокурор Крыма урывками восстанавливал свои силы. И когда мы... Ну, приходилось мне остаться. Вот здесь вот я жила. В марте, в апреле. Закрывая свою келью, Наталья откровенно признается, что поначалу ей было страшно. Столько надо было сделать. Конечно, было страшно. И ответственность огромная. Больше всего она боялась подвести тех, кто поверил в нее. Естественно, такой мандраж просто. Другому не вывешь. Такое волнение. Ну, представьте, на себя все брать, собирать коллектив. Вот, куда он разбрется на тот момент, этот разбрелся, этот коллектив же, я ж не знаю ничего. Я-то уже здесь не работала два года в Крыму. Мину не было. Я генерально была в Украине. Ее личная битва за Крым началась, когда она впервые встретилась с подчиненными. Уважаемые коллеги, я обращаюсь к вам. С сегодняшнего дня мы должны быть единой командой. И должны работать на благо крымского народа. И никто не имеет права прятаться за чьими-либо спинами. За спинами нашего народа. Имеет право наш народ провести референдум? Имеет право народ на самоопределение? Естественно, имеет. Это написано черным по белому. И в уставе ООН, между прочим, в первую очередь. Имеет право. Кто может лишить народа этого права? Никто не может лишить. Ну что, значит, нам нужно обеспечить право народа на самоопределение. Люди понимали, Киев референдум не простит. Поэтому пламенная речь нового прокурора понравилась не всем. Какой-то страх в глазах. Наверное, он на чаше весов все-таки перевесил все другие факторы. Но большинство поверило в свои силы и в своего нового командира. Все, кто сегодня с нами, идем дальше, идем в унисон и одной дорогой, в одном направлении. Только соблюдение закона. Хаоса в Крыму не будет. Такая мысль у них промелькнула. Слава Богу, есть человек, за которым надо идти. Мы знаем, что нам надо делать. Ну, то есть их надо было просто собрать, сказать, и люди нормально, адекватно все делают. Они сами все это понимают. Просто они долго ждали, наверное, от бывшего руководства, когда же им скажут, идите и законцы, надирайте за соблюдением закона. Вот и все, они этого ждали. Через несколько дней полуостров свободы выбрал свой путь на родину. Это наша родина, это наша история, это воля народа. Вот и все. Мы ждали, когда будет подписан этот договор, и надеялись на него, такими глазами смотрели вот в экраны телевизора, что, ну, пожалуйста, только надежда вся на вас. Подпишите договор и вот возьмите под свою защиту. И родина не отвернулась от своих детей. Сейчас покажу послание президента федеральному собранию. Значит, приветственная речь по поводу возвращения Крыма в состав России. И смотрите, как здесь красиво написано. Москва, Кремль, 18 марта 2014 года. Вот самый лучший подарок мне. Случайное совпадение или знак судьбы. Крым вернулся в Россию в день рождения Натальи Поклонской. Как раз Владимир Владимирович выступал с этим посланием. Шампанское у нас на столе стояло. И мы только вот начинаем открывать, поднимаем бокалы, и звонок дежурного. У нас там происшествие. Ну и мы поехали на происшествие. Помните, репортаж такой, где я в бушлате. Да. С прической в бушлате. Это как раз мой день рождения. Я прическу запрела там в платье, в туфлях. Журналисты меня снимают. Я говорю, вы, пожалуйста, только туфли не снимайте. Они вот так вот меня снимали, чтобы только был верх видно. А туфли мои... А что у вас произошло, говорит, до дня рождения у меня? Сколько в ее карьере было выездов на происшествие, теперь не сосчитать. Но некоторые дела лично для нее срока давности не имеют. Я уверена в том, что каждый ответит за свои поступки перед Богом. В любом случае, можно человеческий суд избежать, но, Боже, никуда никто не денется. Ну, никакая заграница не спасет. С тех пор, как Наталья Поклонская возглавила прокуратуру, ее постоянно сопровождая серьезная охрана. Все, садим. Прошу, я дарю вас. По городу она передвигается в бронированной машине. Внимание на перекрестке. Полная остановка. Внимание на перекрестке. Это не прихоть, а вопрос жизни и смерти. По ту сторону границы на Украине ее не забыли ни фигуранты громких уголовных дел, ни те, кто пришел к власти в Киеве. Вот таких людей мне жалко. Ну, как можно женщине угрожать здоровым мужикам? Говорили, что ты думаешь, что тебя до суда доведут, что тебя судить будут? Да нет, тебя до суда не доведут, тебя по кусочкам разорвут за НБС на сотню. На нее покушались уже не один раз. Закладывали бомбу у здания, прислали по почте конверт со взрывчаткой. И не только до референдума, и после референдума. Да, и сейчас, когда-никогда, там всякую ерунду пишут в интернете, там угрозы какие-то. Ну, это от безысходности. Ей до сих пор поступают угрозы, и кажется, она уже привыкла каждый день жить под прицелом. Враги, они всегда есть и будут. У меня одно пожелание к ним, это... Ну, пусть бы они лучше бы сходили в церковь, свечечку поставили, за то, чтобы их облагоразумил Господь Бог. О храбром прокуроре заговорят по всему миру. Это не понравится за океаном. То ли с испугу, то ли из мести Америка введет против нее свои санкции. Я даже рада за то, что меня внесли в эти санкции. Значит, видят мою активную позицию. Увидев такую позицию, к санкциям против нее присоединится Европа и даже Япония. Я не знаю, что они могут там сделать. Как-то даже не интересовалась. Почему? Потому что я не планирую выезжать за границу. Мне она не нужна. Здесь очень много работы, а мест для отдыха массы, великолепных. Пусть лучше они приезжают. На Украине поговаривают, она такая смелая, потому что за ней кто-то стоит. А Наталья Поклонская этого и не скрывает. Самый лучший для меня мужчина. Смотрите далее. Кто все это время стоит за Натальей Поклонской? Что она готова простить врагам и никогда не простит самым близким? Кто ее предал? И почему она теперь благодарна судьбе за это? Кому женщина года отдала свое сердце на самом деле? Личные тайны прокурора Крыма откроются сразу после короткой рекламы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кто у нас пойдет купаться, чухать дельфинов? Надо, чтобы не забрали. Эти кадры, похоже, станут новым хитом интернета. Суровая в профессии и такая непосредственная в жизни Наталья Поклонская. Ты знаешь, кто приехал к тебе, да, Салтан? Увидев Поклонскую беспрокурорской формы в компании дельфинов и тюлени, большая журналистская удача. Салтан, ты Крым любишь? Любишь Крым? Я тоже люблю. Раз уж речь зашла о любви, самое время задать Наталье личные вопросы, которые до сих пор оставались без ответа. Он намного старше меня, на 19 лет. Это было, это моя жизнь. О своем первом муже Наталья вспоминать не любит. Говорит, что было, то прошло. Я склонна вообще к тому, что у меня бывшего мужа как бы и не было. Первый муж – это далеко история. Мы с ним давно-давно общаемся, и я даже знать не знаю, что с ним и где он. То же самое, я думаю, и он не знает, я ли этого. Неудачный брак стал для нее уроком, который она запомнила на всю жизнь. Ее дорога к личному счастью оказалась долгой и тернистой. В жизни столько встречалось предателей, трусов и подлецов. Ну, они же встречаются у каждого на жизненном пути, и без этого невозможно. Если мы не будем знать, что такое трусость, и если нас не научат этому, то мы не будем понимать, что это вообще существует в природе. Неудачный первый брак стал для нее уроком, который она запомнила на всю жизнь. Чтобы понять, какой вкус сладкий, нам нужно для начала попробовать горькое, правильно? Чтобы потом сравнить. И вот на то оно и дается, наверное, жизнь, чтобы сравнить и сделать выводы определенные. И ценить то, что ты имеешь. Вот я ценю своего мужа, потому что в нем нет этих подлых качеств. Он самый лучший для меня мужчина. Вы не ослышались? Сердце красавицы не свободно. Ну, как в песне был бы милый рядом. Нет, этого недостаточно. Нужно, чтобы душа была спокойна. В ее жизни уже есть мужчина, который смог вернуть ей веру в любовь. Мой идеал, это, конечно же, мой муж. И стал отцом для ее дочери. На самом деле, родители это тот, кто воспитал, правильно? А не родил. Она скорее доверяет папе, а мне потом уже по второму кругу рассказывает. Вот папа отреагировал как, потом она смотрит на эту реакцию и мне приходит и рассказывает. У каждого свое счастье, конечно, но тем не менее. С ребенком все хорошо, все отлично. С мужем все отлично. Кто же этот таинственный незнакомец давать устроен прокурору допрос пристрастием? Давно вместе. Не скажу. А он известный человек или вы просто так оберегаете свое личное пространство? Ну, для этих вопросов нужно согласие обоюдное. А тут я не получила его, поэтому не буду пока говорить. Но Наталья ни за что не признается. Не хочет спугнуть свое женское счастье. Да, конечно, счастливая. Я самая счастливая. Все есть. Я чувствую то, что я пользу принесла людям. Буду стараться делать еще больше, еще лучше. Семья, родители здоровы, слава богу. Все хорошо, все отлично. Муж позволяет Наталье то, что она редко разрешает сама себе. Побыть просто женщиной со своими слабостями и капризами. Я столько уже чувствую себя вот таким вот руководителем на работе с утра и до ночи, что дома хочется прийти, и я так и делаю, прихожу, и делайте там уже. Вот есть папа, вот он пусть и принимает решение, а я уж как-нибудь здесь лучше чай попью. Поэтому здесь даже выгодно для женщины. Женщина может отдохнуть, переложить там какое-то бремя ответственности на мужа, правильно? Правда, такие минуты слабости Поклонска позволяет себе крайне редко. В семье прокурора к этому привыкли. Утром видимся. Ночью все спим вместе. Вместе ведь? Вместе. В выходной день в любом случае есть часик, два часика там провести вместе. То есть все нормально. Пока так, а там будет полегче. Ну, сейчас мы не имеем морального права даже просто морального права подвести. Понимают все. И дочка понимает, и муж понимает. Естественно, они меня поддерживают. А ну-ка такая поддержка. Не хотелось бы на работу идти. Да, надо. Уже ребенок говорит, мама, ты говорила, что ты поедешь на работу, значит, надо ехать на работу. Фотографии дочери в ее кабинете на видном месте. В целях безопасности Наталья просит нас не показывать дочь крупным планом. Это мой ребенок. Это то самое уязвимое, то, что я не могу защитить ее. Физически я могу защитить, а всякие пожелания, которые идут в адрес, необоснованные причем. Они неприятны просто. Мне бы не хотелось, потому что дети есть дети. Это самое наше святое, то, что уязвимое наше место. В таком откровенном разговоре можно задать вопрос на самую деликатную тему. Хотите ли вы еще детей, к примеру? Сейчас, наверное, нет. Потому что невозможно. Работы очень много. А там как Бог даст. Ну, то есть, в принципе, готовы, да? Мы должны быть готовы ко всему, что нам дается Богом. Поэтому как оно будет дальше, я не знаю. Смотрите далее. Что она хотела сказать всему миру своей игрой на рояле? О чем жалеет? О чем мечтает? И на кого теперь надеется Наталья Поклонская? Продолжение первой телеисповеди, символа русской весны. Не пропустите. Сразу после короткой рекламы. Это то место, где можно гордиться своей историей, потому что там сохранилась аура, атмосфера. Служебный автомобиль Натальи Поклонской паркуется у Ливадийского дворца. Здравствуйте, Наталья. Рады вас приветствовать. Ливадийский дворец – сакральное место. И отношение у прокурора Крыма к этому месту особое. Когда была и Великая Отечественная война, и революционеры, все эти кто приходили, то, конечно, все разбомбили. Пытались уничтожить, но у них не получилось. Сегодня Наталье Поклонской удалось вырваться сюда на часок для того, чтобы вручить свой дар музею. Вот мой подарок. Это герб Российской империи. Давай вот так перевернем. Мой, спасибо. Господи, храню вас Бог. Георгий Победоносец. Георгий Победоносец. Будет очень красиво, если он будет где-то здесь занимать достойное место. С удовольствием. Вы подскажите, где, а мы с удовольствием следим. Ребята, подскажите, как вы думаете? Как вам? Закончится? Ну, это такое, это государственный символ. Государственный человек Наталья Поклонская, оказывается, в детстве мечтала о сцене. Пойдемте теперь к роялю, к знаменитому нашему роялю. Детская мечта была, это, конечно, стать артисткой. Играла на рояле, пела песни, танцевала. У родителей стоит старый мой инструмент, пианино. Отрада называется. Но там уже и клавиши запали, и совсем в плохом состоянии. Я иногда приезжаю, так хочется сесть и прям вот так вот сыграть, чтобы, как папа говорит, а ну-ка, Наташа, сыграй, чтобы душа развернулась, а потом свернулась. Ну, а это знаменитый рояль. Он у нас открыт, да? Сейчас мы снимем. Сейчас вы только аккуратненько, я, чтобы вы видите, у вас руки. Не-не, я сама. Борис Владимировна. Играет мне, родненький. У вас они цены. Потому что вы играете. Играется. Можно, да? Конечно. Я когда на нем играла, это вот такое чувство проснулось, как будто бы мне захотелось сразу, чтобы в императорском дворце снова появилась жизнь. Расстроенный, Ларис Владимировна. Почему-то западает. Коми вас, честно, никто не так. Когда она училась в девятом классе, в ее семье случилась трагедия. Ее родной дядя был убит неизвестными. Убийц не нашли. Тогда Наталья Поклонская бросила музыкальную школу. Три или два месяца оставалась до получения свидетельства. Я родителям заявляю такая, не хочу я быть музыкантом, я хочу быть юристом. Восвящая себя служению закону, торжественно клянусь. Свято соблюдать Конституцию Российской Федерации. Иногда мы думаем, что выбираем сами. Мы выбираем, мы строим. Да, мы строим свою судьбу. Мы делаем определенный выбор. Но нас выбирают еще и... Все делается по воле Божьей. Непримиримо бороться с любыми нарушениями закона. И слава Богу, я благодарна за то, что так получилось. Спасибо большое. Я буду стараться не подвести. Строго хранить государственную и иную охраняемую законом тайну. Постоянно совершенствовать свое мастерство. Дорожить своей профессиональной честью. В прокуратуре Республики Крым на сегодняшний день есть чем гордиться. Мы сохранили свое лицо. Мы остались офицерами, достойными. И нам не стыдно смотреть на себя в зеркало. Сознаю, что нарушение присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры. Служу вас, суди! Здесь бы и поставить красивую точку. Как-то давненько я уже не была в тишине, наверное, и задумалась. Но пусть будет многоточие, потому что все самое хорошее у Натальи Поклонской еще впереди. Я абсолютно ни о чем не жалею. Я только благодарна за то, что у меня все есть. А если чего-то еще нет, значит, будет. Есть к чему стремиться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова